Создает видимость работы. Городские власти продолжают изображать бурную деятельность. На сайте единого центра обращений граждан решительно закрывают заявки. Мол, справились. Но одесситы уже знают, как вести себя с чиновниками, а потому не сдаются. Переулок Ломаный-1. Уважаемый оператор. Не надо спешить списывать обращения от 11.04.2017. Там три исполнителя. Один открестился от опорной стены. Мол, не наша. Так что чинуши, чья она разваливающаяся опорная стена напротив управления полиции и охраны. Камни падают на головы. Вы что, совсем без совести? Футболите сообщение, отмораживаетесь. Пора в генпрокуратуру написать. Это поможет. Без уважения. Нет ответа на обращение 93.05. Задание еще не выполнено. А вот и само обращение. После замены электрических опор фонари не были установлены обратно. Такой ответ, как нет бюджета, принят не будет. Жалобы будут всегда. Вернуть прежнее освещение. Где оно после удаления? Может, они просто не придумали, что ответить? Смотрим дальше. Добрый день. Прошло три месяца с момента жалобы на падающий забор. Никто ничего не сделал. После зимы он уже почти рухнул. Отреагируйте. На опасный забор жаловались еще в январе. Даже фотографии добавили. Но чтоб коммунальные службы быстрее сориентировались. Добрый день. У нас во дворе дома по улице Бунина 8 валится деревянный забор со стороны Диволановского спуска. Развалены заводы Эпсилон. Во дворе гуляют дети, стоят автомобили. Прошу принять меры по восстановлению крепления, пока не поздно. Заранее благодарим. Какие там разваливающиеся опорные стены, деревянные заборы и отсутствие освещения? Труханов отказывается решать острую проблему разрушающихся памятников архитектуры даже вокруг мэрии. А тут одесситы со своими просьбами. Екатерина Лапицкая, 7 канал.